здравствуйте дорогие друзья я рада приветствовать вас в четвертом выпуске интернет-проекта имя месяца первый месяц нового года представлен многими выдающимися творцами в январе родился русский композитор александр николаевич скрябин композиторы и музыковеды знаменитой могучей кучки владимир васильевич стасов милий алексеевич балакирев цезарь антонович куи из зарубежных композиторов это вольфганг амадей моцарт и франц шуберт также в январе родились испанский оперный певец пластида доминго российский альтист юрий абрамович башмет сегодня речь пойдет о личности чью имя знакома каждому кто сопричастен с нашей школы искусств ведь она с гордостью носит имя этого композитора как вы уже догадались в данном выпуске речь пойдет о милии алексеевича балакиреве милию балакиреву выпала исключительная роль открыть новую эпоху в русской музыке и возглавить в ней целое направление балакирев начал играть на фортепиано когда ему было четыре года в 25 лет он возглавлял кружок композиторов могучая кучка и руководил бесплатной музыкальной школой произведения балакирева были известны во многих городах россии и европы мне бы хотелось остановиться лишь на одном пожалуй самым знаменитом произведение композитора фортепианой фантазии исламей это произведение одна из вершин творчества балакирева и вместе с тем крупнейшее достижение русской фортепианной литературы 19 столетия 20 веке его исполняют многие советские и зарубежные пианисты в том числе эмиль гилльс святослав рихтер григорий гинзбург за рубежом проводятся конкурсы где обязательным произведением является исламей на сегодняшний день это произведение по-прежнему пользуется большой популярностью давайте разберемся чем же примечательно это сочинение почему имеет такой большой успех и какое значение имеет в мире музыки исламей это музыкальная фантазия что это означает греческое слово фантазия переводится как воображение мы привыкли употреблять его в значении причуда вымысел в музыке же фантазиями стали называть произведения своеобразные по форме не укладывавшиеся в рамки традиционных форм он фантазирует говорили иной раз об импровизаторе исламей произведение очень интересное по своей форме здесь ясно выражены черты сонатности вместе с тем создается ощущение трехчастного построения пьесы и в то же время основной метод изложения и развития музыкального материала риационно и все произведение представляется написанным форме двойных вариаций а теперь выясним что же означает само слово исламей исламеем называлась кабардинская пляска пленившая воображение композитора когда он был на кавказе балакирев очень любил кавказ и не раз приезжал туда своем отношении к этому прекрасным и величественному краю он был не одинок уже давно кавказ привлекал к себе внимание выдающихся русских писателей и музыкантов русскую литературу он вошел со времен ломоносова державин впервые воспел его красоту к нему обращали своих стихотворениях жуковский кюхельбекер адоевский заново открыл кавказ пушкин для великого русского поэта певца вольности кавказ стал символом свободолюбия независимости мужественной борьбы не меньше интерес вызывал кавказ у русских музыкантов среди произведений алябева мы встречаем много пьес посвященных кавказу в том числе кабардинскую песню и оперу кавказский пленник глинка первый отразил образа кавказа через интонации характерны для подлинных восточных напевов позднее красочные и разнообразные воплощения восточной тематики появляется в творчестве самых разнообразных композиторов рубинштейна и римского корсакова балакирева и бородина из записей русского композитора музыковеда и музыкального критика бориса владимировича асафьева в русскую музыку о востоке балакирев своими кавказскими впечатлениями внес неизгладимые рельеф низшие страницы впервые балакирев побывал на кавказе в 1862 году поездка произвела на него неизгладимое впечатление балакирев настолько проник в интенсионную струю музыки горцев что мог часами свободно импровизировать на кавказские народные темы оставаясь вполне в их стиле и манере в городах кавказа чаще всего можно было слышать танцевальные мелодии самого различного характера они-то и привлекали наибольшее внимание композитора грузинские ликури дагестанские лесгинки кабардинские исламеи танцы родственные друг другу по характеру энергичные мужественные с острой ритмикой прихотливой мелодикой глубоко запали в душ балакири у него возник замысел фортепианной фантазии основаны на мелодии сольного кабардинского танца исламея в 1868 году композитор в последний раз побывал на кавказе а в 1869 м москве фантазия исламея была закончена исламей или исламбей как иногда произносили русские виртуозный танец танец юноши которая показывает свою силу удаль ловкость грацию и красоту это определяет характер музыки волевой решительной и вместе с тем полной величественной плавности исламей это фантазия на две подлинные темы кабардинская и татарская первая тема и слагается одноголосно она подражает народным щепковым инструментом таким как тар или чагур в дальнейшем эта же тема появляется все в новом и новом обличье в исламее мы видим сложную фактуру обогащенную подголосками музыкальная ткань расцвечивается как узорчатый восточный ковер хотя все время четко выделяется основной напев тема татарской песни ярко контрастно теме исламей если в первом образе пьеса темпераментный бурно стремительный пожалуй даже героический восток то втором нежная чуть милых личная проникновенная лирико балакирев творчески воспринял яркий романтический стиль листа композитор очень смело оркестрова трактует инструмент он пишет эффектную пьесу блестящего виртуозного характера первым исполнителем исламе был николай григорьевич рубинштейн даже для этого выдающегося пианиста фантазия оказалась весьма трудной я работаю как несчастный над вашей пьесы которая мне ужасно нравится из-за которой вам очень благодарен я и непременно буду играть в своем концерте в москве но трудна она до такой степени что немногие с нею сладят желаю быть из числа немногих писал рубинштейн балакиреву вскоре после получения нот в октябре 1869 года исламей был слишком новым необычным и смелым явлением музыкальной жизни того времени чтобы получить безусловное признание очень многие яростно обрушились на фантазию вовсе отказывая ей в достоинствах осенью 1870 года в нотном издательстве юргенсона восточная фантазия исламей балакирева выходит из печати но лишь в конце века начинается подлинное распространение произведения появляются обработки для симфонического оркестра глазунова и козеллы четырехручные переложения сейчас мы можем встретить переложение исламея для других инструментов подводя итог можно с уверенностью сказать что исламей новое слово в истории русской музыки никогда раньше не были столь ярко воспроизведены богатство кавказского фольклора ни один композитор дуба лакирева не передал так чутко и глубоко особенности народного музицирования ладово гармонического и ритмического своеобразия я советую обязательно послушать это сочинение спасибо за внимание и до новых встреч субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok